добрый день дорогие друзья я приветствую вас на своем канале это у нас кар механик 18 и мы продолжаем в него играть спустя довольно таки долгое время мы не играли в эту игру ну точнее как серии то не выходили но я за кадром потихонечку здесь играл как вы можете видеть у меня 24 уровень почти 25 и я думаю мы его сегодня должны добить вот так ну и поначалу значит давайте посмотрим что у меня здесь странно как-то персонаж смотрите стал ходить как-то он шатается смотрите как будто непонятно непонятно что с ним происходит вот дело в том что я отключил кое-какие эффекты в общем поставил всю графику на минимум теперь у меня fps ну чтобы не соврать и вот где-то 150 160 а без записи где-то 200 чем-то я честно говоря немножко охренел а когда вот сейчас увидев данный fps у меня никогда такого не было при максимальной графике у меня где-то было но 25-30 конечно там и играть и довольно таки проблематично было особенно когда скажем больше одной машины находилась в гараже уже довольно таки такие тормоза приличные были вот но это все связано с моей сборкой она уже довольно таки старенькой ей скажем третий год пошел вот со временем будем ее конечно же менять на более современные комплектующие вот здесь например смотрите сейчас вообще 300 с 350 fps обалдеть как только вот смотри туда уже падает до 130 но тоже неплохо сейчас посмотрим что у нас будет да мы возьмем какую-то машину так ну и смотрите также у меня куча всяких сараев на карте появилась вот их мы также будем все потихонечку выгребать чистить их от автомобилей от всяких заброшенных деталей в общем они появляются у нас кто не знает после завершения сюжетного заказа вот например вот такого да вот смотрите давайте как раз заберем какой-то заказик давайте такой самый простой чтобы добить скажем вот это 25 до принять заказ 48 процентов у нас нормально так сразу же посмотрим что у нас здесь вроде бы я продал да я продал все плохое так вот такой вот автомобильчик пас ох ничего себе тормозная система это думал для всего лишь пару деталей а тут оказывается целый список но хорошо давайте приступать так для начала посмотрим что у нас с abs вот сразу мы видим каком она плохом состоянии снимаем и так отлично ну и переходим уже в принципе можно не закрывать переходим к колесам не будем ставить машину на диагностический стенд в принципе мы сами можем это все сами в состоянии найти все детали так пока что снимаем все со всех четырех колес а также посмотрев скажем другие ролики других ютюберов я понял что на свалке и и где еще но вроде только на свалке автомобили могут меняться то есть что-то перерабатывается что-то каждый день какие-то автомобили завозятся новые я имею ввиду старые автомобили привозится каждый день и поэтому там что-то меняется каждый раз заходя на свалку мы можем найти скажем какую-то новую модель который мы еще не видели например какой-то ford я видел довольно таки непонятный bus ford bus я даже нет не ожидал что будет такая модель в данной игре вот я думаю она нам также попадется ну и много всяких других интересных моделей так посмотрим смотрите а я вот не помню были ли они у нас известны или нет ну ничего страшного главное что мы все нашли давайте посмотрим что мы можем отремонтировать и как вы можете слышать наверно добавили смотрите звук там болгарки да что-то там шлифовалки какой-то дрели вот мы видим как как будто бы что-то ремонтируем так 38 47 на сто процентов отлично но и остальное нам не нужно ремонтировать потому как вполне себе в хорошем ну как в хорошем для нас в хорошем состоянии так переходим магазин вентилируемые тормозной диск берем так две штуки пожалуйста почему две потому что впереди ставится только вентилируемые а сзади обычный тормозной начнем с плохих что касается серий почему так долго не было но как же вам объяснить дело в том что обычно у меня причина эта проблема с время как вы наверно уже знаете проблема с временем так колодочки давайте заберем вот поэтому тот кто ждал серия конечно извиняюсь что так долго не было но что поделать я постараюсь я не знаю постараюсь почаще как-то может уделять время на этом но последнее время как-то не очень уж сильно получается так тормозной диск тоже дали штуки нам нужно так и сюда наверно тоже колодки 2 штуки придется покупать отлично за такие вот заказы обычные нам дают нам дают по 100 опытов нет 100 опыта где-то даже 120 если честно а вот за сюжетный там уже 200 250 до 300 то есть понимаете да лучше уже наверно взять сюжетный и тем самым но немножко помучится да я понимаю но все же зато мы получим довольно таки много так я так понимаю тот тормозной супер мы не можем починить поэтому купим новый у нас два поломан ну да смотрите 89 процентов здесь конечно уже починки наверно не подлежит так ну что ж давайте смотреть что у нас еще ну и конечно же модуль и блок abs так а что у нас есть давайте посмотрим тормоза если у нас новый да есть один насос и а вот сам модуль самого модуля нет поэтому модуль надо купить опускаем автомобиль что у нас там про заказе ком смотрите пошли какие-то только с тормозами сейчас довольно таки можно легко кому набрать опыт выполнять вот такие простые работы с тормозами да за каждый заказ так я говорил пост очень до опыта довольно таки легко и быстро можно тысячу опыта сразу накопить так прекрасно 40 а 46 показалось 48 или это 48 не совсем понятно так ну хорошо завершить отлично 25 уровень можете поздравить меня и поздравляю я вас потому как у нас добавился скажем уровень и новые возможности давайте смотреть что мы можем открыть так но я вот посмотрю 25 уровень с каким трудом мы шли что будет до 50 уровня как мы будем добираться это будет какой-то кошмар так мы берем себе во первых здоровяк снятие установка деталей быстрее на 150 процентов разблокировать конечно дальше мы берем вот это шанс на успех ремонта вас сайт до 95 конечно тоже разблокировать далее показывает среднюю стоимость автомобиля торги тоже берем она нам нужно будет так и я бы хотел прикупить еще вот два таких апгрейда например 5 процентов скидка в магазине раз и вот нам разблокируется второй уровень как раз пять очков опыта мы распределили довольно таки неплохо так и давайте посмотрим что у нас обновилась что добавилось добавилось ли вообще что нибудь да вроде как нет все по старому насколько я знаю на кажется вот на а на тридцать пятом уровне вот когда мы вот это разблокируем у нас появится газа сварка с которой мы сможем ремонтировать кузовные детали ну а именно скажем вот от ржавчины избавляться да вот мы подворили там что-то заварили все это ржавчина пропала вроде как то так не знаю так здесь мы по-прежнему ничего не можем чинить так по состоянию продать мусор давайте продадим колодки восстанавливать мы наверно не сможем и здесь тоже уже все остальное в хорошем состоянии смотрите сколько у нас всяких деталей куча всего так ну что ж предлагаю взять тогда следующий заказик ой куда еду не иду нет на так что у нас здесь довольно есть что-то интересное вот взять сюжетку что ли как вы думаете а но здесь без бонуса смотрите есть сюжетный без бонуса а есть с бонусом лучше брать с бонусом потому как там нам дадут более более но побольше опыта так смотрите здесь у нас с маслом есть работа с двигателем с приводом и с трансмиссией ой не с трансмиссия с ходовой или например вот такой вот капитальный ремонт 62 процента давайте денежная премия вот смотрите например денежная премия давайте возьмем вот этот вот принимаем заказик так вот такой вот автомобильчик у нас смотрим капитальный ремонт шоссе в автомобиле тряски термо это все относится к подвеске новые значки новые даже не значки а вкладки такие смотрите раньше у нас было только состояние кузова детали его добавили вот это вот frame condition что это непонятно interior condition это наверное состояние внутреннее а это понятия не имею не знаю так 62 процента денежная премия нам дается двигатель вот такой вот у нас на 4 на 4 хорошо давайте его сразу не будем нигде тестировать его тратить зря время мы уже в принципе в состоянии это все самому заменить так если бы у нас было процентов скажем 50 только них надо там довольно таки тяжело было отличить сломанные детали от не сломанных потому как они были бы скажем практически одного из того же цвета тогда уже надо было бы скажем на диагностический на обкатку выводить вот тогда был бы смысл а здесь принципе и так наглядно все разве что соленблоки немножко да вот можно будет не различить где какие так ну что давайте начнем здесь у нас кстати я не заметил да довольно таки быстрее смотрите снимается у нас вот это все все детали так это у нас получается 3 максимальный до уровень по снятию болтов по точнее откручиваем скорость откручивания или вроде бы как есть еще 4 надо будет посмотреть его не я не помню так здесь у нас что с амортизатором крышка амортизатора в принципе нормальная на том а тут амортизатор мы сняли так обращаем внимание вот здесь вот у нас имеется подшипник вот он он обычно здесь там и вот они увидим чтобы его видеть нужно снять вот вот этот ведущий мост но вот если посмотреть вот с такой стороны смотрим не то мы его можем увидеть обычно эта проблема когда найдена одна деталь и вы ищете ищите никак не можете найти так переходим к задней части задней части у нас пострадала больше всего смотрите какая здесь проблема вот но здесь подшипник а здесь надо все снимать здесь подшипник виде ну потому что мы сняли все здесь у нас и ступица вышла из строя поэтому все видно так а здесь у нас сам кулак это кожух кожух шарнира тоже вроде бы как так мы проверить можем можем да да он полностью вышел из строя снимем начале значит поврежденные детали все которые необходимо и попробуем починить возможно конечно же починить все возможные и уже посмотрим если что там уже докупим докупим все необходимые так отлично переходим на правую сторону здесь у нас только вот соединительная вот это соединительная тяга может быть что-то из цилинд-блоков здесь также может быть испорчено так но это надо смотреть наглядно а вот например вот этот сто процентов и вот это тоже так и давайте посмотрим спереди так этот хороший этот вот плохой смотрите должен этот у нас так но вроде бы в хорошем чем-то если что будем иметь ввиду здесь тоже все нормально вот здесь проблема здесь может быть поэтому давайте снимем на всякий случай потом если что если что поставим все на место так и вот эту вот эту нижнюю тоже потому что там не видно вообще этого своего блока в каком он состоянии что как там непонятно и так же вот так же вот в этих но в этих вроде как видно что хороший это тоже хороший так ну давайте смотреть что мы не разблокировали досмотрите мы все открыли все прекрасно значит все нашли отлично теперь давайте давайте попробуем починить пока как а какой там процент 62 так это нам не погодите то что все что мы можем починить удивительно удивительно очень удивительно так по состоянию поднимите мне все наверх ну да здесь довольно таки много всего сразу же разберем наши группы которые его допустим состоят из хороших и плохих так это у нас хороший принципе его оставим так ну что давайте приступать к сборке нижняя подвеска поехали так не начнем мы с самых плохих так чтобы вот эти нам не мешались я предлагаю их сразу же удалить это у нас подвеска подвеска вот он вот еще один вот все а вот еще чтобы они нам не мешались ставим пока что самые плохие но как плохие по который подходят по проценту так этих у нас пока имеется в запасе это у нас типа надо будет закупить это у нас соединительная давайте купим четыре таких и четыре таких и четыре таких тоже в запас надо будет как-то мне в один день составить список пройтись по магазину и закупиться комплектами скажем кое-каких деталей те же селент-блоке десяток взять тех же что у нас там рулевых тяг в общем вот эти вот расходные материалы которые у нас постоянно тратятся их нужно прикупить побольше упаковками скажем так даже оптом я бы сказал так так что ж такое как надо так далее это переднем амортизатор у нас вообще нету так суда ставим селент-блок так далее где у нас еще здесь вроде бы спереди а нет спереди стоит все нормально так ну давайте собирать передний амортизатор из чего он у нас там состоит если у нас вообще так передней нету давайте тогда закупать для амортизатора нам нужно сам передний амортизатор давайте купим 2 и пружина пружина передняя давайте купим 4 пусть будет прошу у нас и вроде бы как мало так передней где за а нет много хотя вот есть одна подходящая скажем скажем так так отлично пойдет такой полу скажем новой полу бы уж не да прекрасно вроде спиритком закончили давайте переходим к более сложной это у нас задняя часть так вот эти соединительные ставим далее здесь у нас где-то не снимали здесь мы не снимали нет вот здесь что-то у нас как-то плохого состояния нет что у нас а все стопроцентно принципе уже мотать нет смысла кожух есть есть отлично еще сохранился ступиц у нас много подшипники тоже я за кадром закупался так задний ведущий мост у нас нету данного так задний ведущий мост один пожалуйста колодки есть это его родные получается идут сюда так далее так далее вот здесь вот цельный блок за рычаг задней подвески тип а подвеска вот она ставим далее это у нас такая штука есть пружины есть и верхняя часть тоже есть отлично так это у нас что задний амортизатор родной ставим какой был так еще раз рычаг задней подвески тип б а у нас вроде бы открыто вот поэтому нам нужно как-то закупить вот эти все подвески тоже по два-три комплекта чтобы потом не париться не париться так все таки завалялся какой-то плохой вижу нас есть и малые сайлентблоки и обычные рычаг задней подвески длинные вот опять подвеска да вот даже говорю надо закупиться чтоб сто раз не заходить в магазин по подвеске взять комплектом и все так верхний у нас был новенький так ну и и вроде все так проверяем отлично здесь отлично и здесь все прекрасно можно ставить колеса и отдавать машину шуруповер довольно таки да быстрее работает это заметно и ощущается скажем тогда по по времени ощущается так и еще одно колесо вот сюда вот да и отключив все вот эти высокие настройки довольно таки тоже приятно работать что нету никаких тормозов лагов и прочего всего прочих всяких неудобств так так все можете запирать забирать хозяина что у нас здесь еще интересного вот этот значок это наверное все таки с покраской да как обдувка сушка скажем да или может быть чистка салона кто его знает потому как у нас здесь есть еще одна такая вот стойка на колесиках с разными такими вот средствами для чистки скажем салона вот была такая фишка так все отдаем ну ка премия за выполнение 1300 скажем да вот еще и общая короче 9 133 отлично 145 опыта и ма мани то есть больше денег или много денег не знаю как точно переводится так до следующего уровня у нас скажем тысяча тысяча опыта нужно еще набрать так я не знаю как я буду я еще до 30 до коплю не знаю как но тяжело до 30 потом здесь в принципе что у нас написать совершили уровне парковки это нам не надо вот нам надо только это здесь нам нужно походы на свалку а но тоже неплохой вариант вот это то непонятно что вот это тоже непонятно с чем связано следующая цель открыть покрасочную а следующая цель дойти до шестого уровня ремонта автомобили что нам здесь дает увеличить свой гараж добавлять лакировочную это понятно стенд для испытания тормозов и очередной подъемник у нас будет какой-то стенд под тормозом ну что ж неплохо неплохо давайте продадим весь мусор и посмотрим а у нас все продалось в принципе ну что ж ребята всем спасибо за просмотр я извиняюсь конечно что серии не было довольно таки долго вот я постараюсь выпускать почаще всем удачи и всем пока